всем привет сегодня 9 декабря 2021 года с вами находимся в черниговской области на трассе r83 которая ранее была известна как т-2512 здесь ремонтируется огромный 270 метровый мост через реку снов совершенно случайно увидел я его в сводках у крафтодора решил что этот объект вам будет интересен приехал посмотреть заснять показать вам не забывайте подписываться наш телеграм-канал вступает нашу группу facebook подписываться нашу страницу facebook поддержать мою деятельность вы можете на патреоне или через банковскую карту мы находимся в черниговской области река снов трасса r83 формально ремонт этого моста стартовал в марте 2021 года он ремонтируется под программу великое будивництво в мае была построена и открыта объездная дорога по которой сейчас пущен трафик ну а сам мост сразу же его начали разбирать практически до основания там какие-то части опор остались и сейчас его уже собирают заново мост имеет 270 метров достаточно длинный мы такие мосты не часто встречаем работая здесь наша старая знакомая компания будивельное управление механизации или просто бум у них есть напоминаю офис в виннице и в киеве пока я еще с ними не общался поэтому я не знаю кто здесь конкретно работает на этом объекте винничане или киевляне мы их встречали ранее на объезде винницы они там делали мост через железную дорогу также они бурили сваи на объезде житомира мост через реку каменка но там к сожалению строили дальше не они и вы знаете там очень сложная ситуация с китайским подрядчиком поэтому тот мост пока не был построен сейчас перед вами река снов но на самом деле это не основное и русло это один из стариков старичков озерец которые здесь в ее заплавной территории находятся вот это вся равнина поросшая кустарниками это то место где река разливается во время половодия сам главный ее водоток находится дальше мы пока еще не подошли к мосту что здесь еще хорошего есть это собственно населенный пункт сновск вот там он на горизонте у нас раньше назывался черсом может быть многие люди знают его под таким названием в нем находится узловая железнодорожная станция в нем сходятся несколько крупных дорог которые ведут в разные концы черниговской области и с другой стороны у нас находится населенный пункт гвозды киевка вот там он тоже мы его видим на горизонте собственно зачем эта дорога нужно и какое значение этого моста здесь как и в других районах черниговской области очень большое производство дерево здесь большие леса вы знаете они вырубаются и всякая древесная продукция начиная от сырой древесины и заканчивая деревянными изделиями направляется как в украину так и ранее направлялась в беларусь направлялась в россию потому что здесь недалеко российская белорусская границы сейчас они перекрыты но с россией понятно по какой причине с беларусью изначально границу перекрыли из-за к вида ну а сейчас тоже мы с ними поссорились поэтому туда не ездят хотя раньше дошел достаточно большой поток транспорта транзитного также эта местность является очень привлекательной для туристов здесь на реке основ находятся какие-то базы отдыха также и большой поток туристов со всей украины сюда ехал просто диким образом отдыхать с палатками здесь очень живописные места кроме этого значение этой дороги р-83 которая в себя недавно втянула много тэшек это если можно так выразиться связь с большой землей с большой украиной разных административных бывших и нынешних административных центров черниговщины но сейчас у нас здесь неблагоприятные погодные условия вчера выпал снег сегодня сплошной гололед у нас где-то минус 1 минус 2 градуса сейчас машины едут очень аккуратно очень медленно поэтому вы здесь не видите большого потока транспорта но как мне рассказали летом здесь постоянно идут машины грузовые машины ну и легковые туристов ну а свой обзор я начал с дальних поступок к мосту потому что здесь расположен официальный информационный щит из которого мы узнаем что тут происходит капитальный ремонт моста через речку снов биле села гвоздикивка программа великое будильничество замовник службы автомобильных дорог Черниговской области подрядная организация ТОВ будивельное управление механизацией проектная организация НВФ мостопроект и даже указан ответственный начальник дельницы от ТОВБУМ Акимов ООО ну что ж идем знакомиться с мостом теперь мы проехали по объездной дороге причем она такая очень капитальная и даже полноценный мост временный на ней собран и сейчас находимся в городке у ребят из Бума сейчас здесь затишье потому что вчера подготовили все под установку балок но сегодня балки не могут приехать из Киева по какой причине не знаю может быть потому что не успевает их изготовить здесь завод Ковальской поставляют балки и завтра у них уже рассчитано все завтра приезжает 4 балки будет устанавливать прямо с колес там уже установлены рочи там уже подготовлены подферменники в общем то все что вы видите это уже готовые опоры сейчас мы полетаем походим но прежде чем это делать я вам хотел рассказать причину почему собственно это все делается потому что мост был в аварийном состоянии там были треснутые ригеля там высыпался бетон из балок в общем все было очень печально и к счастью просто никто вместе с каким-то очередным пролетом как это последние годы у нас к сожалению бывало в Украине не провалился вниз в воду тем не менее не стали дожидаться такой неприятности решили этот мост сразу же полностью поменять ну не совсем полностью сейчас мы ждем начальника участка для того чтобы он нам объяснил здесь какие-то части опор оставили старые большую часть сделали по-новому по крайней мере ригеля здесь новые какие-то части опор новые ну и все балки соответственно тоже новые у вас может возникнуть вопрос зачем такой длинный мост потому что вот вы видите где он начинается там где стоит кран с экскаватором вот он идет 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 заходит за городок строителей и вон аж там у нас устойная опора но я вам уже в начале обзора сказал что здесь вот эта вся территория она может затапливаться полностью водой вы знаете что черниговщина север ривненщины житомирщины это вообще такие края эти очень много болот где очень много воды высокий уровень воды здесь много лесов в общем это все свой отпечаток накладывает на все строения которые здесь строятся здесь у нас есть такой красивый оформленный паспорт объекта в принципе такие паспорта должны быть на каждом объекте где происходит капитальный ремонт из него мы узнаем дополнительную информацию капитальный ремонт мосту через речку снов беля села гвозды киевка на автомобильной дорозе державного значения р-83 и далее идет длинный перечень пунктов и дорог которые эта дорога объединяет я вам наверное по памяти это все не рассказал поэтому читаем начинается она в славутиче далее идет в любишь рибки далее проходят по м-01 или пересекает ее далее городня н-28 сновск сновск-крюкивка это вот где мы находимся семеневка костобобри в чайкине н-27 все это в черниговской области довжина мосту 267 метров 41 сантиметр ширина проездной очистки на 9 метров два тротуары по певтора метры замовник служба автомобильных дорих у черниговской области проектной организации нвф мостопроект город киев подрядная организация то будивельное управление механизации город киев это значит что работает здесь все таки киевское подразделение кстати ребята меня тоже здесь уже узнали уже пообщался немножко напомнили мне что оказывается совсем уже забыл хотя недавно делал обзор это же мы были на обездной бердичево там тоже бум строила путепровод правда мы с ними там не пересеклись потому что основную часть работы не закончили а какие-то дополнительные работы они будут делаться уже в следующем году и также очень шикарный у нас мост был в гайсине но мы там были к сожалению только один раз я хотел поехать еще показать вам как его достраивать но они васильно быстро достроили пока я путешествовал по украине в других местах поэтому к сожалению там только один выпуск у нас есть тоже мост восстанавливался причем там что было интересно там наращивались старые опоры быки там частично или полностью старые балки должны были использованы быть в общем это все требовало определенной сноровки от мостовиков чтобы это все красиво разобрать и потом точно так же собрать так что здесь еще хорошего написано початок рубит 2021 завершение 2022 год ну и педаль начальных дельницы акимов о несмотря на то что собственно строительных работ здесь сейчас никаких вести не получается но всякие сопутствующие работы здесь делаю частности приводит в порядок технику мы видим что-то прибыло какие-то новые части даже не знаю от чего это какие-то катки какие-то противовесы что это такое если кто-то знает что это можете мне написать также видим по мелочам какие-то ремонты делаются бытовочка в служебных помещениях но я тем временем подошел к устойной опоре давайте посмотрим устойная опора у нас какая-то интересная такая ага это у нас очевидно с водосливом связаны вот эти вот выемки но сейчас я еще уточню ребят либо сам загляну в них пока мы себе отмечаем что здесь какие-то выемки сделаны и явно водосливные патрубки выходят сама устойная опора собственно в насыпи находятся уже сделана шкафная стенка с выводами арматуры под крепление деформационного шва как мне сказали здесь будет пять деформационных швов сделаны открылки передние задние сделаны под ферменники еще раз повторяю что все опоры здесь готовы осталось только установить огромнейшее количество балок видите уходит прямо череда череда опор куда-то вдаль ну а потом будет делаться полный стандартный перечень работ то есть бетонироваться плита тротуары делаться гидроизоляция асфальтирование в принципе сама эта дорога как я уже сказал недавно еще было из разных частей сделано скомпонована из тэшек в основном поэтому где-то ее уже успели отремонтировать но в частности от сновска куда приходит другая дорога в отремонтированном состоянии и вот до этого моста дорога не очень хорошая ближайшее время ее собираются также ремонтировать в принципе хотят за несколько лет привести ее в порядок но пока подъезды к мосту расстояние где-то может быть километр может быть чуть чуть меньше такие с приключениями особенно когда все обледенело сейчас я пытаюсь себе найти путь к устойной опоре наверх и обратил внимание что здесь видите откос под опоры он такой длиннющий 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 выходит наверное метров 50 или 70 за саму опору все это было трудно сейчас сказать либо забетонирована либо выложена бетонными плитами для чего так делается потому что из-за большого разлива воды вот эта часть откоса она защищает от подмыва и размыва насыпь такое кстати редко встречается поэтому я на это обратил внимание видим можно сказать такая как дамба защитная здесь была технологическая дорога но сейчас она такая не проездная только наверное для гусеничной техники я смотрю черниговщина нас решила испытать всеми возможными трудностями вчера мы снимали 07 не знаю смотрели вы этот обзор уже или нет но там мы утопали под дождем была плюсовая легкая температура и в некоторых местах просто невозможно было из-за грязи добраться куда хотелось сейчас наоборот все обледенело и для того чтобы попасть на устойную опору как мне приходится обходить достаточно далеко зато в награду нам открывается шикарный вид вдоль моста по его оси мы видим там уже часть балок установлено я подойду поближе позже мы посмотрим сколько их там 7 балок это ширина пролета сколько пролетов тоже посчитаем с вами вместе чуть позже так что мы здесь видим видим что даже уже уложены сборно-железобетонные переходные плиты то здесь практически все уже готово к тому чтобы подводить подъездной путь как только будет забетонирована плита на пролете можно ставить шов и все это асфальтировать поскольку здесь все обледенело мы видим ребята себе обеспечивают проезд тем что посыпают песком специальная машина подъехала для того чтобы завтра сюда без проблем зашли балковозы теперь я нахожусь в прорабской вы любите когда я вам показываю всякие чертежи и прочие веселые картинки поэтому здесь передо мной план растушевания водоведведных пристроев мостового полотна здесь как раз мы понимаем что за выемки углубления мы видели на фронтальном откосе устойные опоры и так здесь уже установлены сепараторы легких нефтепродуктов производит их компания биотех инжиниринг мы пока с такой еще не встречались но специально для меня узнали уточнили кто производитель и так что мы видим давайте посмотрим сначала фронтальную картинку здесь с направляющими находятся углубления внутри откоса проложена труба с одной и с другой стороны это у нас одна устойная опора и в принципе вторая устойная опора там все зеркально здесь расположены уже знакомые нам с вами сепаратора я вам на примере сепаратора в компании стандарт парк показывал как они работают вот здесь такие же и патрубки уже из сепаратора выходят наружу вот они попадают уже в бассейн реки что здесь еще делалось но это не строительный чертеж как вы видите а только по коллектору но мы сразу можем посмотреть я вам покажу что делать по опорам и так как я сказал здесь часть оставалась старая фундаменты ростверки опор на сваях расположены но они оставались старые до предпоследнего блока сделался предпоследний блок и делался новый ригель новые подферменники что касается устойных опор то тело устойной опоры включая опорный ригель или как его мостовики еще называют насадкой но тоже оставалась старая делалась новая шкафная стенка новые открылки вперед-назад новые подферменники и заново бетонировались откосы уже с монтажом сепараторов легких нефтепродуктов здесь всего 12 пролетов именно балочных и 13 опор начиная с нулевой и заканчивая двенадцатой опорой нулевая это со стороны гвозды кивки а двенадцатая но здесь ее нету она вот где-то здесь со стороны сновска но здесь еще есть такой общий чертеж совсем маленький я вам уже все озвучил давайте просто посмотрим вот у нас идет бассейн реки вот у нас ну почти посередине русло реки в ее нормальном состоянии и дальше идет опять бассейн под разлив как я уже озвучил когда находился на опоре здесь 7 балок балки т-образные производства ковальской габариты моста я уже читал с паспорта объекта теперь из теплой прорабки я снова вернулся на леденящий ветер причем хотя градусник говорит нам о том что у нас минус 2 на ветру такое ощущение что все минус 5 руки которые держат камеру просто отмерзают ну давайте посмотрим все что я вам показывал на схеме теперь в живую вот это место с направляющими бетонными это куда будет попадать вода из коллектора здесь таких мест 4 2 место на одной стороне и два места на другой стороне другой устойной опоры то есть у нас коллектора тоже 4 до половины моста с одной стороны два коллектора и с другой стороны далее под откосом идет труба она попадает в сепаратор легких нефтепродуктов вот эта большая выемка сверху она там занесена снегом я пытался когда был на опоре что-то там заснять но оно все не видно что там находится это сервисный люк для того чтобы чистить осматривать обслуживать далее по этому патрубку уже выходит условно очищенная вода которая попадает сюда что мы здесь еще видим зуб который поддерживает бетонированный откос он укреплен небольшой бермой из бутового камня для того разлившаяся река не подмывала весь этот откос еще ребята по ходу моего объяснения вам по схеме уточнили для меня еще мелочь одну но сейчас увидите я вам сказал что ригель или насадка она старая осталась но в том месте где шкафная стенка то есть за под ферменниками там четверть вырубалась для того чтобы туда заглубить арматуру и все это перебетонировать со шкафной стенкой новой поэтому такие у нас еще уточнения поступили ну и далее по промежуточным опорам мост отстроился в 1976 году соответственно он стоит на ростверках под ростверками забивные сваи но это по воспоминаниям местных жителей здесь просто ребята не только с киева и свинницы но также местные жители участвуют в стройке соответственно сами ростверки и тело опоры никто не трогал а вот верхней части там были расслоение бетона поэтому это все срубалось на всех опорах и вот вы видите границу там где немножко видно как уплотнялась опалубка монтажной пена и видно по потекам вот эта верхняя часть тела бетонировалась заново также сюда приезжали с базы готовые каркасы для ригеля и бетонировался ригель с подферменниками все это было сделано на каждой опоре одно и то же сейчас я отошел от устойной опоры уже к руслу реки и обращаем внимание на то что с другой стороны тоже идет такая оболовка и причем здесь местные жители мне сказали что оказывается эта речка она настолько непредсказуемая во время своего разлива что если мы посмотрим вот туда вдаль практически на горизонт увидим там продолжение вот этой дамбы земляной то есть она вот так идет 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 огибает все село дальше продолжается на следующее село и так далее можете посмотреть на карту река основ как и многие реки в черниговщине они вот так вьются 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 на многие десятки километров а может быть и на по сотню километров и видимо часто подмывает когда идет половодие поэтому здесь вокруг многих сел сделана такая обволовка вот собственно сама речка здесь она кажется очень тихая но мы сейчас подойдем к месту где она там перегорожена дорогой технологической вы увидите какие там водовороты то есть она вся такая очень обманчивая сейчас вы видите уже самые сложные пролеты были выставлены в первую очередь это те которые над действующим руслом реки ну а остальные вот ожидаются в ближайшее время чем мне нравится я уже неоднократно говорил работы по мостам тем что они могут идти почти в любую погоду в дождь в снег всегда найдется чем заняться сегодня такой небольшой день затишье завтра опять закипит активность да вот вы видите перед нами технологическая дорога водопропускник охрана играется и давайте посмотрим какие здесь бурления через несколько труб вот эта вода все идет крутится 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 и вот еще то что я хотел показать я уже упоминал сделали временный мост на объездной дороге почему его делали скажем так не один день потому что видите какой он основательный то есть он полностью металлический забивались сваи делись устойные опоры и собиралась из каких-то похожие из инвентарных конструкций но такое металлическое постоянное пролетное строение я уже сказал ребята начали здесь работы в марте в конце марта если не ошибаюсь и только в мае было запущено полноценное движение по этому обводному пути так здесь мы видим над собой я не знаю честно говоря мне сказали что это образные балки но похоже что это и образные балки а на них какие-то дополнительные блоки размещены если получится нам подняться наверх ну почему я говорю если получится потому что сегодня ребята лазили туда говорят там сплошную ледку это может быть опасно но будем смотреть рассмотрим что это такое ну что-то похожее по моему уже видели когда я вам показывал эпопею в гадичи моста там конечно были совсем не такие опоры но на балках устанавливались тоже кстати с кавайской прибывали интересные блоки для консолей может быть здесь тоже самое давайте еще раз окинем взглядом все это длиннющие сооружение конечно кажется немного странным что мост с 1976 года достоял до такого состояния что у него треснули ригеля если можете представить вот это вот махина железобетонная как она могла треснуть я не знаю но тем не менее подтвержденный факт при обследовании здесь мы видим водоворот это все затягивается сейчас под нас в трубу немного мистическое зрелище сейчас я поднялся на пролет а точнее на то что вскоре станет пролетом здесь все полностью под полстенной коркой льда но в то же время ребята мне сказали что ригель и подферменники уже начали потихоньку прогревать для чего для того чтобы завтра можно было здесь работать когда мне сказали что здесь уже подготовлена все под установкой думал что уже стоят рочи но рочи и пока нету а прогревается все для того чтобы не было льда и чтобы могли ходить безопасно люди для того чтобы собственно рочи можно было ставить на свои места вот с этой стороны уже вижу подогрели с противоположного конца еще пока не до конца подогрели но сейчас попробую подняться на сам пролет сейчас я пока стою на лестнице пройдем посмотрим но что я уже вижу да то что я вам и говорил здесь использованы такие элементы железобетонные как использовались в гадяче такая вот как бы не съемная палубка но она с пропусками специально вывезная арматура для того чтобы это все можно было устанавливать и сразу же на ней монтировать продольные арматурные плети потом это все бетонировать я не знаю чья это разработка может быть собственная ковальская может быть где-то позаимствована идея но достаточно эффективно мы видим сколько обычно времени и сил занимает укладка несъемной опалубки по плитно здесь это все можно почти автоматизировать и вот я выбрался на сам пролет честно говоря отдалось мне это нелегко пришлось чуть ли не на карачках сюда залазить потому что рискую каждую минуту съехать вниз перелез через несколько прутьев тогда только мог встать что здесь стоит отметить это то что вот эти хитрые железобетонные заготовки они предназначены только для крайних балок потому что они обеспечивают собой консоли опалубку под консоли для того чтобы не надо было обычную консольную опалубку устанавливать ну а по середине будет использована несъемная опалубка из профлиста оцинкованного такое мы с вами тоже неоднократно видели поэтому я думаю вы не удивитесь те кто смотрит постоянно мои обзоры сейчас мы видим у нас установлено раз два три четыре пролета они уже все перевязаны между собой ждут установки своей опалубки завтра ребята будет устанавливать балки четыре штуки на вот этот пролет потом они его закрывают потихонечку далее закрывают последний пролет и после этого направляются к противоположной устойной опоре тоже от существующих уже установленных балок будет идти к шкафной стенке и так здесь напоминаю еще раз 12 пролетов но неразрезных пролетов получится здесь всего лишь четыре потому что по нескольку балочных пролетов будет одной монолитной плитой объединяться в один пролет всего будет я уже говорил пять деформационных швов кстати еще интересный момент здесь я обнаружил бирочку ну мне сказали что балки с ковальской здесь обозначен то в бетон комплекс очевидно это какое-то подразделение ковальской которое делает именно балки и здесь мы читаем мостовая балка бм1 22 и 16 сотых метра изготовлена 13 11 21 ну считаем меньше месяца назад вес ее 18 тонн и 725 килограмм теперь я взобрался на устойную опору уже со стороны Сновска здесь что мы можем разглядеть тоже присутствует сбор на железобетонные переходные плиты причем видно что они находятся на лежне под ними там песок под ними щебенка и вы видите вот это монолитная часть это они все моноличены через свои выпуски арматурные в одну такую конструкцию можем посмотреть уже с другой стороны как выглядит мост отсюда хорошо видно та обволовка сплошная про которую я вам рассказывал вот она идет 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 практически везде и здесь мы тоже хорошо просматриваем обволовочку правда здесь села не защищены такой обволовкой сплошной но и такая же обволовка которая защищает вот эту насыпь которая примыкает к мосту от размыва и вот я спустился на откос устоя для того чтобы все таки показать им как выглядит сервисный люк ну здесь видим не знаю может быть теплее может быть что но здесь не занесено это снегом поэтому мы видим пластиковый люк который закрывается на специальные замочки и собственно места куда будут попадать стоки с ливневых коллекторов здесь все то же самое то что я вам рассказывал то есть старая часть опорная и врубалась часть под шкафную стенку пожалуй я вам все показал что мог здесь показать рассказать поэтому давайте попробуем полетать и на этом будем завершать наш обзор и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добра, пока! DimaTorzok 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 DimaTorzok